Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, несмотря на то, что со мной здесь кот, который кошка, тема будет крайне неприятной и касается двух стран. Израиля и Украины. Крайне неприятная тема, но куда ж денешься? Сейчас у нас на телеграм-канале, ссылка как обычно снизу в описании к данному ролику. Фотография, ну такая жутковатая, если честно, с детьми в клетках. В клетках для собак, что ли, я не понял, что за клетки. Это дети, которых украл Хамас у израильтян, когда они заняли вот этот 21 населенный пункт. На самом деле, это населенные пункты небольшие, они там, ну там где 500 человек проживало, не знаю где 1000, может полторы тысячи, но этот может и по 200 человек. Там небольшие населенные пункты. Называется Кибуц. Другие это просто такие села, типа как наши, где занимаются сельским хозяйством. Они были, они сейчас расположены, были расположены вдоль полосы вот этой вот газа. И туда хамасовцы зашли в первую очередь. И вот видите, что они сразу сделали? Они украли женщин, частично расстреляли, украли детей, частично убили, потому что, ну тоже не знаешь, кому хуже, кому больше повезло, кому меньше. Мы все видели другие видео, там где они просто заходили в бомбоубежище, поскольку, ну когда там воздушная тревога, люди заходят в бомбоубежище. Они, в отличие от нас, дисциплинированные, да. И заходят в бомбоубежище, а бомбоубежище, бомбоубежище снаружи особо не было закрыто, потому что, ну никто не ждал, что будет атака с другой стороны двери бомбоубежища. Вот они зашли туда, да, и всех расстреляли. И вот видео там тоже я видел такое, оно жутковатое. Не буду себе располагать его, но оно на телеге тоже где-то там есть, было вчера что ли. Вот, не буду я сейчас ссылку здесь располагать на это видео конкретно. Но я думаю, что все видели, как они убили этих людей, которые там лежали на полу, добивали их и так далее. Вот, так тех убили, а других забрали с собой. Там и из Германии была девушка, из Непала много людей, там непальцы работали, ну они как в полях работают, непальцы, это иландцы, значит работали в полях, либо работали горничными у некоторых там, соответственно этих непальцев украли. Украли девочку из Германии, по-моему из Канады девочку. Я не буду сейчас говорить точно национальности, немку точно украли. Вот, много очень израильтян украли, говорят больше ста человек. Это официально на самом деле будет, наверное, больше. Вот, порядка 600 человек в настоящее время уже говорят точно, что убили. Но речь пойдет о детях. Детей они частично убивали, а частично крали. И вот вчера уже было видео, как там они стоят с мальчиком, но явно не арабской внешности и смеются над ним. Другие пацаны там в газе. Вот, это один момент, явно украденный ребенок. И сегодня вот это жуткое видео в клетках, где дети сидят в клетках, то ли собачьих, то ли, я не знаю, то ли крольчачьих. Ну мне трудно сказать, что оно за клетка. Железные клетки, видео смотрите, ой, фото смотрите сами оттуда. Много детей, явно белобрысые дети. Ну видно, да? Все понятно. А я, знаете, сказал вначале, что это касается и Израиля, и Украины. Посмотрите, что... То есть, Хамас делает все то же самое, что делает Путин. Один просто-напросто в один. Вот посмотрите, когда зашли фашисты в Мариуполь, они начали ворвать украинских детей. Не только, они в Буча еще крали детей. Они еще в Буча крали детей. Ворзали и так далее. Пытались всеми силами украсть украинских детей. В Мариуполе это приняло уже какой-то жуткий характер. Они крали детей... Вспомните, они в Купинске украли детей. Они крали детей в Херсоне, еще до освобождения, когда они повозили оттуда детей из интернатов. Когда они местной вате сказали, что они оздоровят этих детей, я не знаю. Где-то их отвезут в какой-то там пионерский, какой-то еще дурацкий лагерь. Вот. А в результате эти дети исчезли вместе с родителями, которые позже их поехали искать. Я не знаю, их на органе или куда их там дели. Это мне неизвестно. Но я подозреваю, конечно, что самое худшее там. Вот. То есть, расисты, куда они заходили в любой город оккупирован, временно оккупированные. Это, например, все касается Мариуполя, Херсона, Купинска. Они первое, что делали, это крали детей и вывозили в какие-то жуткие места. И посмотрите, здесь клетки с детьми. Просто Хамас тупо копирует поведение так называемой России. Это о чем говорит? Это говорит о очень простой, ребята, вещи. Их к вот этим преступлениям готовили именно россияне. Вот все, что сделано. Хамас просто... Как бы вам можно сравнить? Хамас это боксерская перчатка. Но боксер, это Россия, которая била по Израилю, это делал рук не Хамаса. Вот еще как хотите. Хамас это нож. Хамас это меч. В чьей руке этот меч, этот нож, понимаете? Это Россия, 100%. Это копия. Вот все, что они делали, расстрелы гражданских, да? Когда они расстреляли машины на улицах, на улице, на дороге. Вы вспомните, вот эта дорога между Эрезом и туда дальше, она пошла на Ашкелон, на Аждот. Эти расстрелянные машины, значит, стоят. И расстрелянные машины в сторону, скажите мне, Натевота и Здорота. То же самое. И вот посмотрите, у нас Буча. Я вам даже фотографию свою собственную выкладывал. Там куча машин, сгоревших. На машинах надписи дети. Чем, знаете, чем больше была надписи на машине, что там едут дети, тем больше расшисты по ней стреляли. Вот так. То есть, это почерк расшизма. Это почерк расшизма, фашизма современного. И что бы там ни говорили, я не знаю, как себя поведет дальнейшим израильское правительство. Будет ли оно сосредотачиваться только на уничтожении Хамаса? Или оно поведет себя по-мужски и пальцем покажет на того, кто это сделал. А сделала это Россия, а никакой не Хамас. Ну, хватит ли, как говорится, мужества Натаньягу признать очевидное? Посмотрим, посмотрим. Такого кошмара в Израиле еще не было. Даже в 73-м году такого не было. Никогда такого не было, как сегодня. Вчера, ну, вчера больше вчера, чем сегодня. Вот. Сегодня еще, кстати, продолжались. Вот только их вышибли из Дорота. И еще, по-моему, и там продолжается в некоторых населенных пунктах. Вот. Так что еще нельзя сказать, что они полностью все освободили от Хамаса. Но пойдут же еще в газу, я так понял. Поскольку, зачем бы они тогда войну объявляли? Но пока что вот эта вот ситуация, конечно, с детьми. Все, что я могу сказать, конечно, страх и ужас. И копия того, что делают расшисты. Продолжение следует...